Выставка к 75-летию Сергея Посадского отделения Союза художников России по-своему уникальна. И дело не только в том, что все представленные работы долгие годы собирались, тщательно отбирались, бережно хранились в фондах. Это целая эпоха, повлиявшая на дальнейшее развитие современных художников. Здесь периоды 40-е, 60-е, 50-е, 60-е, 80-е годы. И открывают нашу выставку работы Беляева и Барченкова. Это те два художника, которые открыли новый период развития художественной жизни в городе в 1943 году. Потому что, как нам известно, в начале века художественная жизнь Сергея Посада была представлена и школами декоративно-прикладного искусства, и Тройце-Сергиевым художественным обществом, где собрался цвет художников того времени в нашем городе. А в 1943 году, знаете, тяжелое время, и старейшие художники уже не могли инициировать эту художественную жизнь новую. Но потребность в ней была, как мы знаем из документов, уже с начала 40-х годов, несмотря на тяжелое время. Очень много выставок проходило на территории города. И когда художники Барченков и Беляев обратились в музей для того, чтобы новую выставку создать, вот это было в 1943 году, им предоставили в трапезное помещение, и это была первая ласточка уже нового периода. И надо еще сказать, что это событие тогда было очень значимое, и как-то среагировали очень серьезно, отнеслись к этому. И потом, после войны, здесь как бы появился первый союз Московской области творческий, и на базе, ну там художественная мастерская была производственная. И на базе этого союза уже потом, в будущем, был организован областной союз художников, Московский областной союз художников. Новые художники, приходя в Сергиево-Посадское отделение союза художников России, привносили свое, но при этом многому учились у старших мастеров. Эта взаимосвязь прослеживается в творчестве, в мировосприятии. Создавалась какая-то уже неповторимая индивидуальность. Это отмечалось на выставках и республиканских, и всесоюзных, что вот в Сергиево-Посаде есть уже художники со своим лицом. Даже говорили, что вот пейзаж лирический, именно пейзажная живопись, как бы наиболее сильное было вот такое направление в нашем союзе. Пришедшим на выставку ценителям искусства предоставляется возможность увидеть произведения Барченкова, Беляева, Мэя, Соколова, Пичугина, Топоркова, фамилии всех мастеров и не перечислишь в коротком новостном сюжете. Причем, если одни работы редко выставлялись, то некоторые и вовсе представлены зрителю впервые. Здесь вы увидите больше 250 экспонатов из фондов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Сергиево-Посадского музея. Мы показываем многое из того, чем мы особенно гордимся. И когда сложилась экспозиция, мы поняли, что с годами мы стали гордиться и восхищаться работами этих мастеров еще больше. Если говорить о разделах выставки, вы прекрасно их видите, это живопись, графика и декоративно-прикладное искусство, которое соединяется в очень органичном этом пространстве. Если называть имена, то достаточно назвать тех, которые, работы которых представлены в этом зале. Николай Павченко, Иван Сандров, Александр Орлов, Евгений Журович, Станислав Кончарович, Евгений Беняев, можно долго называть эти имена. Вообще экспоненты выставки – это 36 живописцев и графиков и 25 мастеров декоративно-прикладного искусства. У нас сегодня присутствуют люди, которые помогли музею в приобретении такой замечательной коллекции декоративно-прикладного искусства, которую мы видим. Это работа прикладного цеха Загорской мастерской 1940-80-х годов. Это Валентина Владимировна Бакулина, начальник цеха когда-то этой мастерской, и Валерий Михайлович Секрет, который возглавлял тогда Союз художников. Два этих человека способствовали тому, что в коллекцию музея поступило 966 произведений искусства. Тщательно отбиралось все, исследовалось, и я им очень-очень была признательна, что это не пропало никуда, потому что это все куда-то ушло на сторону, пропало, разворовалось бы все. А тут оно все-таки целое, и я рада их видеть всех, видеть работу художников, потому что я их почти всех помню в живых. Дело в том, что это не художественная музыка для меня, а для меня это встреча с друзьями. Здесь люди, ну в крайнем случае, с которыми я была знакома, с которыми дружила, с которыми восхищалась, которых благотворила, которых любила. Понимаете, поэтому это ностальгия. И она такая в пору осени, ностальгия по лету и по прошлым годам. Испытать светлое чувство ностальгии на этой юбилейной выставке можно, к сожалению, недолго. Поэтому торопитесь в музей. Выставка продлится всего лишь до 20 октября. Продолжение следует...